Сейчас подождем, когда к нам подключатся наши уважаемые зрители. Всегда буду рад получить плюсики на предмет того, хорошо ли меня слышно. Пока ждем. Так, у нас есть первые зрители. Всем добрый день. Мы сегодня с Александром рассказываем главным образом о новом нашем продукте «Секрета Востока». Но сначала хотим убедиться, что нас хорошо слышно. Если все окей, ставьте плюсики, пожалуйста. Поэтому сейчас мы с вами что делаем? Пробуем звук. И если получится, я готов его форсировать практически как оперный какой-нибудь певец на какой-нибудь оперной сцене. Ну а если это не надо, я тогда буду грустен, тих, лиричен и элегичен. Меня слышно? Ну, нам ставят плюсики, говорят, что слышно. Фантастика. Надо будет нам потом проверить, что будет, когда запись будет выложена. Да, давайте, наверное, для начала скажем вообще пару слов о том, что собой представляют «Секреты Востока». Буквально там несколько минуточек этому уделим. Потом ответим на вопросы, которые нам прислали до эфира под постом. И потом уже на те вопросики, которые в течение эфира у нас появятся, если они появятся. Друзья мои, вы знаете, бывают чудеса на свете, бывают удивления на свете, бывают приятные сюрпризы. Честное слово, я не имел никакого отношения к разработке «Секреты Востока». Я испытал белую зависть, когда я увидел результат. Давайте это эмоциональное, без каких бы то ни было преувеличений, но зато это чистая правда. Три компонента. Масло черного тмина, масло хельбы или пажетника и кист-аль-хинди, у которого есть огромное количество названий и на форсии, и на хинди, и на санскрите, и прочее всякое другое. Обратите внимание, препарат жирорастворимый, потому что это все три эфирных масла. Очень разные растения, невероятно разные растения. Это означает, что у них, в частности, тоже черный тмин, который называют еще римский кориандр, семейство лютиковых, что говорит о том, что он уже должен быть высокоактивный. Хельбы или пажетник, он же феногрик, про поводу которого там тоже большое количество интереснейших эфенольных компонентов, и тропеновых компонентов в маслах. И кист-аль-хинди, в котором содержание эфирных масел вообще зашкаливает, что называется, потому что в разных подвидах, которые живут в разных местах, например, полуострова Индостана, они совершенно разные. Но тот, кто додумался слить эти три компонента в одну формулу, в одну пропись, немножко рисковал, но результат получился совершенно потрясающий. Давайте по сути. Черный тмин, как говорили на Востоке, это средство от всего, кроме смерти. Дальше пошли. Феногрик или пажетник, или хельба. Это невероятный эффект и на иммунную систему, и в первую очередь в том числе, и на гормональные каскали, как женские, так и мужские, но на женские в большей степени. Кэст-альхинди – это не просто плодовитость и не просто женское здоровье, еще и мужское здоровье дополнительно, там еще стимуляция состояния спермы, но главное у всех этих трех компонентов – это невероятный иммуномодулирующий эффект, который работает, судя по всему, и через тимус, и через активацию лимфо-старных каскадов, и как и Б-каскадов в том числе, и не только Т-каскадов. Но еще и эффекты, которые осторожно можно попытаться сопоставить с эффектами женшения, причем мне очень нравится мнение исследователей, которым надоедает выступать в качестве таких глашатых огромной длинной науки, и которые говорят, что это лучше, чем женшения. Чёрный тмин – это еще времена Гиппократа, это невероятная популярность на всем Востоке, причем мы говорим в данном случае и от Ближнего Востока, и с заходами и на острова Южных морей, и на Дальний Восток. Хельба и Кист-Альхинди – это участие в терапии огромного количества заболеваний, в первую очередь иммунодефицитов, обменных заболеваний практически на всем гигантском азиатском пространстве. То есть в данном случае, когда мы называли это «Секреты Востока», то мы не погрешили ни на грош против некой потрясающей, удивительной правды. Там всплывают и иммунодефициты, там всплывают и мастера тибетской медицины. То есть в данном случае давайте мы абсолютно точно обозначим сейчас, с точки зрения того, что мы можем и чего мы хотим от данного препарата. Любые иммунодефициты, любые истощающиеся хронические заболевания, возраст так называемый, возраст, который интересен и женщинам, и мужчинам. Это состояние мено- и андропаузы, это состояние любых дисфункций генитальных, то есть дисфункций репродуктивной системы. И вновь очень много так называемых кругов, то есть начинаем с иммуномодуляции, потом проходим какие-то лечебные процедуры, потом опять заканчиваем иммуномодуляцией. То есть мы имеем в «Секретах Востока» это, конечно, активность, глубоко сопоставимая с потрясающими лекарствами. Если сильно покопаться в этом составе, если говорить чуть-чуть о биохимии, меня крайне интересуют терпены, меня крайне интересуют сапонины, как положено у лютиковых, меня крайне интересуют фитоэстрогены, извините за все эти ужасные слова, но они нам тоже тем не менее нужны. И все это самое главное, что находится в удивительном балансе. Можно ли применять отдельные компоненты? Безусловно, можно. Но в этом составе мы получаем действительно магический кристалл с тремя гранями, о которых я вам уже только что доложил. Момент очень важный, немножечко добавлен к этому токоферол, порядочный, нормальный, жиростворимый витамин, который чуть-чуть к этому имеет отношение. Вновь подчеркиваю, это эфирные масла. Это означает, что к нему необходим немножко специфичный пищевой режим. Я бы его отделил от всех остальных приемов пищи, и я отделил бы это от других, в том числе и БАДов. Это ни к чему. То есть давайте устроим между этим приемом этого препарата и приемом пищи или других БАДов примерно полчаса, а лучше час. Итак, упаковка Секретов Востока. Это 60 капсул, 2 раза в день, месяц, месячный курс. Что дальше? Я рекомендовал бы двухнедельный перерыв и повторение этого курса. Сколько можно месячных курсов в год? Моя рекомендация 4 курса, но это подчеркиваю минимум. Почему я говорю о минимуме? В данном случае мы с вами говорим о ситуации, которые, что называется, далеки от диагнозов, и мы имеем в виду ситуации, когда оценка собственного иммунного статуса или гормонального статуса, она самостоятельная, она не врачебная. Но если написаны многострочные диагнозы и назначены какие бы то ни было, в том числе витаминные комплексы, в том числе та же омега-3, омега-3, 6, 9, те же наборы на грани фантастики, что называется, того же витамина Д, когда там больше 1000 единиц в сутки, можно ли это? Можно, нужно и даже гораздо больше. То есть от 4, ну условно говоря, до 6 месячных курсов в год. Я полагаю, что я почти исчерпал эту тему, но одну вещь вам еще могу сказать. Я вижу невероятное поле для этого препарата, для этого продукта. Это не препарат, это продукт, это не лекарство. Хотя вся моя израненная душа протестует против того, чтобы называть это не лекарством. Потому что мне бы эту штуку чуть пораньше, лета, как это 2020 назад, у меня какое-то количество бесплодных дам стали бы плодовитыми, у меня какое-то количество людей после, например, леченного туберкулеза стали бы существенно быстрее вернулись бы к нормальной жизни. И самое главное, что для меня это невероятно важно для комплекса горожанина. А горожанину или горожанке секреты Востока нужны как воздух. Они нужны как то, что в ту же самую весну и осень устроит ему... Это ведь не подушка безопасности, это мощный рычаг, который поддержит его иммунную систему, в том числе и для нашей крайне актуальной темы, которая называется наши сезонные иммунодефициты. И иммунодефициты связаны с путешествием. Я, как сказала Шехерезада, я закончил дозволенные речи. Спасибо большое, Александр. Я вижу, уже много вопросов у нас есть в прямом эфире. Но давайте все-таки сначала, как и обещали, ответим на те, которые прислали заранее, а потом уже перейдем к текущим. Мне заявили оппоненты, что протеиновые коктейли сажают печень и привели конкретные примеры одного молодого человека. Правда, тот принимал спортивные коктейли другой фирмы, но речи врачам сказал, что вредны все протеиновые коктейли. Что отвечать в таких случаях? Все очень просто. Мы не можем судить, что творится на рынке, и что за примеси, замеси, помеси делаются в протеиновых коктейлях. Почему они называются протеиновыми у массы других фирм? В частности, когда начинаешь смотреть, там выясняется, что там не все аминокислоты есть и много чего нет. Наши коктейли никакую печень никогда ни в каких обстоятельствах не посадят, потому что они сами по себе являются, ну, скажем так, примерами практически идеального питания. Что отвечать в таких случаях? Мы, еще раз говорю, мы не в состоянии оценить, кто, чем и когда попытался, простите, отравиться. Плохо сказал, но сказал от души. Можно ли детям, чтобы поддерживать иммунитет? По-видимому, речь идет о секретах Востока. Нет, детям нет. Нет, ни в коем случае. Причем до 18 лет это строго. Это очень строго, потому что то, что мы получаем, мы получаем стимуляцию эндокринных компонентов ганаты, и это нам совершенно ни к чему, потому что мы можем получить массу неожиданных вещей у деток. Скажите, пожалуйста, секреты Востока с коэнзимом одновременно можно принимать более чем. Более чем. Это великолепно. В данном случае коэнзим работает как невероятной красоты антиоксидант. И в комбинации с секретами Востока это практически, ну, это, знаете, это бустер. Это парочка, которая устраивает, уже начинается гонка, настоящая Формула-1, что называется. Масса вопросов по этому продукту. Самое главное, можно ли принимать одновременно омега-3,6,9 и секреты Востока? Я имел честь ответить на этот вопрос. Можно и нужно, потому что в данном случае это еще и омега-3,6,9 в комбинации с жиростворимыми компонентами секретов Востока. Это невероятная, потрясающая работа на холестерин и потрясающая работа вообще на жировой обмен. Можно ли прибавить людям с онкозаболеваниями? Насколько я понимаю, это не модулятор, это, видимо, модулятор, а не стимулятор. Советы консультироваться с врачом не работают. 99% ответ будет отрицательный. Как и всегда, не хотят брать себя на ответственность, легче запретить. Каково ваше мнение? Первое. Первое. Нет такой вещи онкозаболевания. Есть всегда онкобольной конкретной опухолью. Второе. Позиция врача совершенно понятна. Ничего за пределами его рекомендации. Поэтому, разумеется, рекомендация будет отрицательна. Моя личная рекомендация, мой личный опыт, безусловно, да. Потому что даже в этом нечего обсуждать. Заодно, с одним единственным исключением. Если мы имеем дело с эсо-стимуляцией, или есть опухоли, с которых есть задействованы эстрогенные рецепторы. Молочная железа, полусматки, яичники. Вот это тут надо или думать, или не применять. Секреты Востока. Но там достаточно мощно и хорошо. Люди, которые занимаются химиотерапией этих заболеваний, имеют в виду, врачи-химиотерапевты блестящие на этот вопрос ответят. Дальше. Хочется услышать ваше мнение о текущей ситуации с ковидом. Вот не дождетесь. А если серьезно, текущая ситуация с ковидом, это, как мы уже говорили многократно, это просто продолжение того, что происходило. Никто никакую эпидемию не подавил, не придавил. То, что сейчас происходит, это никакая не вторая волна. Между волнами, понимаете, должен быть период штиля. Никакого штиля не было. Это были тысячи по стране. И то, что случилось, то, что должно было случиться. Потому что у меня приличное выражение, если попробую найти, то, что творилось в августе. И охота к перемене мест, которые у нас просто, мы от нее очень сильно страдаем, она сделала то, что сделала. Ковид, который у нас сейчас есть, он не импортный, он не из Турции, не из Бали привезен. Он внутри себя произошел. Потому что ковид продолжает циркуляцию. Ковид продолжает циркуляцию и устраивает сейчас то, что раньше не было. А именно манифесты очень разные. Я сегодня утром занялся двумя неврологическими случаями. В одном случае подросток, в одном случае взрослый человек. Никаких легких, никакого кашля, ничего нет. Но неврология пестрейшая. То есть мы имеем дело, все, к сожалению, в разгаре. Поэтому заклинаю. Маски, горячущий душ в конце дня, дезинфектанты, перчатки, бог с ними, как получится. А вот маски и социальная дистанция 100%. Секреты Востока. Можно не принимать при проблемах с ЖКТ и желчным пузырем. Проблемы с ЖКТ надо очень точно обозначить, о чем идет речь. Если это хронический гепатит, надо осторожно. Если это хронический холецистит, без вопросов. Если это, например, язвенная болезнь или калиты, без вопросов. Проблем нет. Но если это панкреатит, побоюсь. Я ответил. Новинка, альтернатива, полыбившаяся всем живице. Можно ли предлагать вместо нее? А то клиент и ждут живицы, очень хорошо работал в период ОРВИ. Если нет живицы, безусловно, да. Это не альтернатива. Их вместе, они безумно хороши. Но пока живицы нет, конечно, можно и должно. Какие есть противопоказания? Противопоказания очевидные. Это непереносимость. Мы имеем дело с... Все три вещества сами все. Во-первых, это уже одно вещество умноженное на три. Имеется в виду три разных, каждый из которых много компонентов. То есть, если есть аллергия, все грустно на один из компонентов. Но, как я уже сказал, противопоказания следующие. Это все-таки опухоли эстогенозависимые. То есть, это должен ставить мамолог или гинеколог. И плохие дела связаны с поджелудочной железой. Имеется тут панкреатитой, с частыми обострениями. Потому что не знаю, как отреагирует поджелудочная железа. В частности, липаза поджелудочной железы на такие компоненты. Что из важных моментов? Да, ну, само собой, естественно, беременность и кормление. Это просто исключено. Но это наша общая рекомендация. С чем можно сочетать петь одновременно, с чем петь в разное время? Как я уже сказал, сочетайте с чем хотите. Но постарайтесь сделать так, чтобы они попали в, назовем это так, в желудок. А потом из желудка, чтобы это был от получаса до часа интервал с другими продуктами. Давайте устроим нашему организму праздник. То есть, чтобы секреты Востока были в одиночестве. Попадали в наш желудок и в дальнейшем в тонкий кишечник. И вот самые кошмарные вопросы то, что было. Можно, если где-то Востока при эстрагензависимом РМЖ в стадии ремиссии лечение с тростозумабом закончилось в конце мая? Ну, если был применен тростозумаб, он же герцептин. Это означает, что были выявлены рецепторы. И были выявлены рецепторы, так называемые HER2. То есть, все замечательно, все вашему, не вашему, чьему-то химиотерапевту поклон, большие молодцы. Все замечательно, нельзя. Секреты Востока в этой ситуации отпадают. Я нахожусь в очень странной ситуации, потому что я, разумеется, дал бы, но я не имею права в этой ситуации это рекомендовать. Если это была бы моя близкая женщина, я бы, конечно, устроил. Но я не могу в этой ситуации эти вещи рекомендовать. Мастоп. Длительность принимать курсами, длительность приема. Также можно ли совмещать секретой Востока или как-то раздельно их принимать? С мастопом надо думать. Мы должны еще отдельно по этому поводу поговорим и подумаем по поводу секретой Востока с мастопом. Думаю, что, не думаю, я уверен, что совмещается секретой Востока. Безусловно, можно и нужно. Это не проблема. Но длительность курсов мы попытаемся подробно попозже расписать. С каким интервалом принимать секреты Востока и длительность приема, я точно описал, когда говорил. Можно ли при лактации? Нет. Принимать после еды? Нет. Лучше до еды это делать. Как принимать при бесплодии мужском и женском? Принимать долго. Вот это та самая ситуация, которая звучит следующим образом. Первое – это врачебный контроль до. Потом прием минимум два месяца курс, а лучше три месяца курс, потом врачебный контроль. Мужское бесплодие – это несложно. Это спермограмма. И мерить гормоны крови – это не проблема. Женским бесплодием гораздо сложнее, потому что надо смотреть причину женского бесплодия. Потому что с женским бесплодием там целый космос. Что с этим делать? Это надо отдельно проверять. Живицу давали детям с пяти лет, значительно меньше болели. Можно ли детям секреты Востока? Нет. Не будем мы этим заниматься, потому что секреты Востока, как мы уже говорили, говорили мы об этом, к сожалению, мало обрывочно, хотелось бы поговорить об этом гораздо дольше. Секреты Востока, кроме потрясающей иммуномодуляции, все-таки это еще и гормономодуляция. Вообще, должен вам сказать, у нас впереди, немножко анонсирую, у нас впереди чрезвычайно важная тема. Мы вообще будем заниматься невероятно плотно темой женской и мужской эндокринологии. И в том числе нашими экскурсами в растительные аналоги гормонов, это фитогормоны. И вот там, с Божьей помощью, нам придется с вами выстраивать ювелирные схемы. И очень жестко при, назовем это так, адаптировать, условно говоря, как отдельным клиническим ситуациям. Это все у нас почти все расписано, но живы будем, мы это сделаем еще. Растения-то с фитогормонами-то полным-то полно, а той же солодки, той же паэрарии, в данном случае у нас, в нашей ситуации, это, конечно, естественно. Хельба, второй компонент, Секреты Востока. Но тут надо быть ювелиром, если мы с вами говорим о этой теме. Самое забавное, что я ответил на все вопросы, буду ждать. Отлично, потому что у нас их много еще набежало. Как раз сейчас займемся тем, что будем вам всем отвечать. На самом деле, повторяющихся вопросов много. Те, кто не успели к началу эфира, не переживайте. Мы эфир сохраним, и вы сможете послушать все, что Александр вначале рассказывал о самом продукте. Так, сейчас переходим к вопросикам. Так, ну, при грудном скармливании нет, нельзя категорически, мы об этом сказали. Категорически забыли, да. Постоянный прием, потому что по-хорошему надо оценивать. Надо оценивать эффективность хотя бы после двух-трехмесячного курса. В этом, собственно, вся фишка. Спрашивают, можно ли при ЖКБ, учитывая, что есть желчегонный эффект? Можно только один маленький, как всегда, дьявол кроется в деталях. Желчнокаменная болезнь, если есть у нас конкременты или даже песочек в самих путях, то есть в общем желчном, не дай Господь повыше, вот тогда обо всем забываем, идем к хирургу и занимаемся лечением желчнокаменной болезни. Потому что устроить, неважно что, хофетол дать, дать любой желчегонный, дать какие-нибудь эти самые, можно устроить человеку невероятно опасную гнойно-хирургическую ситуацию. Если еще даже о калькулезном холецистете, то без вопросов. Вот продолжаются вопросы про вообще ситуации, в которых можно или нельзя применять секреты Востока. Этих вопросов большинство. Можно ли при миоме небольших размеров? Миома любых размеров, к величайшему сожалению, нуждается в одной очень простой верификации, что с эстрогенными рецепторами. К величайшему сожалению, в большом числе случаев эстрогены рецепторы там высоки, рядышком находятся они же в эндометрии, то есть миома, неважно где она, особо эндометриальный суп или находящийся под брюшиной, она, к сожалению, эстрогенозависима. Поэтому давайте с этим подождем. При стрессовой тахикардии можно ли? Безусловно, да. Потому что стрессовая тахикардия как таковая, во-первых, она никакая не стрессовая, она просто общая реакция на стресс. И секреты Востока в том числе, по крайней мере, два компонента из трех, невероятно здорово работают как раз на нормализацию нервной системы. Женьшеня подобный эффект. Спрашивают про противопоказания, мы о них уже сказали, но можем еще раз бегло перечислить. Это понятно, что беременность, рактация, возраст до 18 лет. Безусловно. Дальше проблемы с поджелудочной железой, если мы имеем в виду хронический панкреатит с частными обострениями. Вот сегодня как раз вышла желчнокаменная болезнь, в случае, если камни есть в протоках. Вот тогда, пожалуй, это. Все? И с онкологией поаккуратнее, да? Да, опухоль. Опухоль ли эстрогенозависимая опухоль. Можно ли детям? Нет, детям нельзя. Можно ли пить утром натощак? Да. Да, без вопросов. Да, без вопросов. И вечером тоже натощак, тоже все будет хорошо. Отлично. Имеет ли смысл принимать при менопаузе? Как? При менопаузе устраивать минимум 4 курса в год, о которых я сказал. А как это будет работать? А это будет работать следующим образом. Менопауза, если она уже развилась и наступила, нам очень важно, чтобы... Давайте так, что такое... Ну, мне нужен примерно месяц, чтобы я ответил на этот вопрос, но месяца у нас с вами нет. А если серьезно, менопауза для нас, собственно, ничем не страшна была бы, если бы не онкоопасность. Это онкоопасность с яичниками, которые прекратили свое функционирование, но все рецепторы-то эстрогеновые и прогестиновые, и все остальные остались. И все накопленные проблемы предонкологическими тоже остались. Это означает, что нам нужен мощный иммуномодулятор, который, во-первых, за этим за всем присмотрит, за всем этим рецепторным хозяйством, в первую очередь. И еще и заодно, если нужно, эти рецепторы, пардон, затомпонируют, есть такое ужасное хирургическое слово. И вот в связи с этим секретом Востока, думаю, что с ними мало кто сравнится, как в лекарственной сфере, так и в сфере фитопрепаратов. Благодарим за ответ. И спрашивают опять, можно ли с Омегой. Да, мы отвечали на этот вопрос. Можно и нужно. Можно и нужно. Очень хорошо. 22 года девушка не рожала. Можно ли применять секреты Востока? Безусловно. Девушке, конечно, надо смотреть, вообще себя оценить, в эндокринолога, гинеколога, в идеале, что за проблемы, что им вообще надо в этой жизни, от себя. Например, безусловно, скорее всего, в большей части, когда обращаются с этими моментами, надо посмотреть, что вообще творится с эстроген-гистогенным балансом. Точнее, эстроген-гистогенно-тестостероновый баланс. Извините за массу иностранных слов в одного выражения. Но это нужно делать. Мало кто в нашей стране, к сожалению, в этом смыслит. Блестяще смыслит на Стролитяново-4, отдела эндокринологии. Вот эти смыслят очень хорошо. И, простите, что это самое, но это лирическое отступление. Потрясающе смыслит по Волжии. Татарская школа в обоих главных татарских учреждениях, как они в этом смыслят, передать вам не могу. Есть просто потрясающий опыт работы с ними ровно на эту тему. Так, еще спрашивают про совмещение с другими добавками. В этот раз и с омегой, и с коэнзимом Ку-10 одновременно. Без вопросов, отлично. Если есть вопросы с щитовидкой, можно ли принимать секреты Востока? Безусловно. Более того, я глубоко ожидаю интересные вещи. Если в щитовидке нет, в щитовидной железе нет грубых процессов, скажем, гигантских или множественных узлов холодных, например, или нет тяжелого фиброза, развившегося после тиреоэдита, то можно ожидать, при применении секретов Востока, можно ожидать нормализации функционирования клеток, секретирующей гормоны щитовидки, и как ответ на это, это нормализация функционирования гипофиза, в частности, ТТГ. Еще задают вопросы все-таки про время применения. Давайте еще раз уточним, потому что спрашивают, можно ли через час, или после еды, или до еды. Я предложил бы за полчаса до еды, два раза в день по одной капсуле. Соответственно, у нас получается 30-дневный курс, после чего две недели перерыва, потом опять 30-дневный курс. Это типовой режим, два раза в год. Так, про противопоказания говорили уже. Можно ли принимать, извиняюсь, при атрофическом гастрите? Безусловно, да. Только вопрос, сколько возраст этого гастрита, и вообще, что он такое из себя представляет, как давно он был поставлен, и так далее. При атрофическом гастрите нужно, главное, что нужно делать, вверх не надеяться, что если к этому столько его поправят, это, ну, надеяться можно, но это вряд ли случится. А вот бежать к серьезному гастролу, вот это уже непременно. Непременно с биопсией эпителия слизистой желудка. А если застой желчи? А если застой желчи, надо разбираться за стоем желчи для начала, родные мои. Потому что застой желчи может быть разным. Он может быть спастическим, он может быть рукцовым, он может быть каким угодно. Может быть каменным, он может быть очень разным, это хирургическая тема. Если только мы не говорим о хронических гепатитах, с которыми тоже надо разбираться. А если уже вообще нет желчного, можно ли? С удовольствием. И легко. Только в этом случае, если нету камней в протоках. Спрашивают еще, можно ли употреблять при эндометриозе? Безусловно, да. Безусловно, да. И более того, существует ряд исследований, которые говорят о том, что компоненты, на случай мы говорим, в первую очередь, хельби и кистархинди, являются препаратами парадоксально удивительно нормализующими ситуация, связанная с эндометриозом. Почему это касается всех видов эндометриоза, как, условно говоря, внутриматочным, так и внематочным. То есть тазовый и даже дистантный. А при кисте в молочной железе? А кисту в молочной железе надо обследовать и смотреть, о чем идет речь. Потому что если это банально, если мастопатии очень много, мастопатиями вообще надо заниматься. Но мастопатиями я вам гарантирую, мы с вами займемся очень и очень плотно. Потому что у нас есть уже созданы уже заботные рецептуры препаратов именно для мастопатии разного типа. Ну и мастоп в конце концов тоже есть. Можно ли при преддиабете? Можно и нужно. Более того, это ситуация, которая может, что называется, порвать патогенетическую цепь преддиабетических состояний, метаболического синдрома с нарушенной толерантностью к глюкозе, с ожирением и так далее. И все это будет очень хорошо. Могут ли секреты Востока вызывать повышение аппетита? Вы знаете, теоретически будете крайне удивлены. И вообще говорить о том, что может вызвать повышение аппетита, точного ответа нет. Никогда. У меня есть масса ситуаций, когда средства, которые, в общем-то, должны были подавить секрецию, парадоксально вызывали ужасные желания очень много съесть. Странно. А в то же время горечи, так называемые, может быть, слышали об этом, например, в старые времена, это были настой полыни и многое всякое другое, которое должно было вызвать мощный сокогонный эффект. Это желудочная секреция, они подавляли аппетит, поэтому оставляем в покое все эти умные разговоры. Не исключено. При астме и при диабете одновременно можно? Все зависит от генеза астмы. Если астма аллергическая, это генеза астмы, во-первых, надо разобраться с чем-то, и надо пробовать. Так, очень много вопросов про грудное вскармливание, нет, при нем нельзя, вот когда кормите, нет, ни в коем случае. Нет, я вообще не очень понимаю, дорогие мои коллеги, что за идея фикс начинать что-то в себя вводить при грудном вскармливании. Дайте себе отчет, что ваш наблюдающий врач, он не может просто иметь справочек всего того, что может попасть из крови в молоко. Просто потому что, ну, 20-30 тысяч компонентов и пищевых, и фитокомпонентов мы не знаем. Поэтому пережженного в голову пережженного. То, что ребятенок может насосать и потом получить непонятные, безумные эффекты, вот это нам совершенно ни к чему. Поэтому вообще кормящая женщина должна питаться невероятно простыми вещами на уровне доисторического человека. Можно ли принимать секреты Востока при системном заболевании дермото-миазид? Можно и нужно, и это очень интересный вопрос. Системное заболевание дермото-миазид, болезнь Шогрена, может быть, болезнь Бехтерева и всякие разные прочие. Они же системные коллагенозы. Это аутоиммунные состояния, и их надо пытаться править, занимаясь иммуномодуляцией. А это мощный иммуномодулятор. При климаксе улучшает состояние? Да, однозначно. И еще интересуется, лучше все-таки пить на ночь или утром? Два раза в день. Два раза в день утро и перед вечальным приемом пищи. Подходит ли как паразитарное средство? Да, есть эффекты в первую очередь у пожитника, да и у кистархинди. И там есть эффекты антигельминтные, то есть почти все банальные гельминты, они очень плохо переносят эти компоненты, поэтому есть эффекты антипаразитарные. Вот мы много сегодня говорили, ну как много, делали анонсы, что у нас там разрабатываются новые всякие продукты. И вот спрашивают, собственно, подписчики, планируем ли мы разработку и выпуск препаратов с витамином D. Очень просят дети и взрослые. И еще как планируем, собственно, уже давно все сделали. Просто сейчас, то, чем мы заняты, открываем маленький секрет для большой такой компании, который заключается в том, что мы сейчас и выступаем активно, и работаем, назовем так, в коллективах на такую тему. И как же все-таки это миндэ дозировать, это миндэ суточная доза, как вы знаете, пиковая, это 800, для взрослого, это 800 международных единиц, а на рынке есть и тысяча. В дозе 5000 и 10 тысяч. И при этом все кричат, давайте-ка быстренько исследовать витамин D в сыворотке крови. Потом начинают устраивать курсы по 2 месяца 10 тысяч в день. И никакого эффекта. То есть, короче, в этом смысле наука еще пока в большом долгу. Но мы, конечно, пока, мы, разумеется, не будем превышать дозы, рекомендованные нашими здравыми. Продолжаются вопросы про секреты Востока, при АИТ. Можно его применять? Простите. А-ИТ. Есть даже такое АИТ, мне кажется. Тогда уточните, пожалуйста, тот, кто задавал вопрос, Наталья, кажется, вас зовут, вы уточните, что вы имеете в виду. А подробнее расскажите, как применять до-после еды. Ну, говорили уже, до еды лучше за полчаса-час. И снова задают уже другой человек про АИТ и уточняют гипотиреозию. Так. Аутоиммунный тиреоидит. Видимо, это он, да. Аутоиммунный тиреоидит в случае, когда он, обычно это женская болезнь, в основном-то, когда им страдают, потом в итоге это приводит к нарушению секреции Т3-Т4, гормоны, прегормоны и гормоны щитовидки. Я не могу вам утверждать, во-первых, надо понять, в какой стадии. Если АИТ в активной фазе, то его лечат, как острое воспаление. И тогда это нужно. Наш секрет Востока годится. Но когда это уже не плохо, если это уже наступило, и щитовидка замещена в значительной части фиброзной тканью, мы не сможем ее заново завести. Поэтому придется, конечно, питаться внешними заместителями гормонов, то есть сельсероксином в первую очередь. Но секрет Востока нам важен в этой ситуации вот почему. Он нам всю периферию прикроет. Он нам всю периферию улучшит. Он улучшит нам в том числе и состояние иммунной системы в первую очередь. Понимаете, АИТ, если я правильно наконец-то уже разобрался в этой терминологии, аутоиммунный тиреидит, это ведь маленький компонент большого аутоиммунного процесса, который где-то на периферии еще 100% есть. Это могут быть аутоиммунные состояния кишечника, это могут быть суставы, это могут быть предопухолевые процессы, это же молочные железы или яичников. То есть в данном случае нам нужно прикрыть все остальное и поработать над этим. Это секрет Востока. А с гипотериозом что делать? С гипотериозом надо разобраться. Во-первых, надо сдать Т3, Т4 и ТТГ. И эндокринолог должен грамотно, точно и красиво назначить заместительную гормональную терапию, если нужно, потому что в значительной части случаев она легка, в том смысле, что там дозы минимальные, может быть, они вообще не нужны. Потому что АИТ не всегда заканчивается обязательно с нарушением, не обязательно заканчивается гипотериозом, он может остаться на состоянии эути. У нас было небольшое прерывание эфира. Ну, вроде бы. Давайте про гипотериоз последний повторим. Да. АИТ не всегда приводит к гипотериозу, то есть к снижению синтеза гормонов, он может оставить щитовидку и организм в целом в состоянии эутиреоидном, то есть когда гормоны щитовидки в крови будут на нормальной концентрации. Такое тоже возможно. Вот спрашивают, после удаления аденомо-предстательной железы прошло 2 месяца, можно ли принимать секрет Востока? Безусловно. Если аденомо-предстательная железа, сейчас все удаляемые аденомо-предстательные железы подвергаются подробному гистологическому исследованию, если там не было раковых компонентов, то без вопросов. Да даже если они там еще и были, так строго говоря, я, разумеется, всем своим красавцам после аденомоэктомии обязательно даю. Такие вещи. Мы вынуждены были, еще раз говорю, секрет Востока у меня в руках не было, у меня были отдельные компоненты, которые, в частности, феноврик, которые я, естественно, давал. Можно ли при кистозно-фиброзной мастопатии? Уже ответили. Просто разбирайтесь с мастопатией, а потом подумаем. Еще раз нас спрашивают просто про застой желчи. Александр уже отвечал на этот вопрос. Это надо разбираться с первоначальными хирургами. Надо разбираться с застойом желчи. Застойом желчи, еще раз говорю, это ведь... Там есть масса вариантов клинических, в чем это дело. Это могут быть бытовые, некие бытовые слова, это могут быть диагноз. Так называемый холестаз. И это всегда... В какой-то части случаев это вещь, требующая хирургии, большой хирургии. Можно ли при холицестектомии... Господи, извините, пожалуйста. Холицестектомия – это удаление желчного пузыря. Можно и нужно. В случае, если нет у нас с вами тех самых камней в протоках. Препарат Кайра назначен по возрасту как терапии. Возраст 48 лет. Можно ли принимать в Ред Востоке? Какой препарат, простите? Кайра. Сори, я не знаю этого препарата. Мне участвует. Да, если хотите получить ответ, вы уточните тогда, что это за препарат. Да. Пожалуйста. При воскулите можно ли? Это такое слово воскулит. Воскулитов примерно 700 разновидностей, поэтому давайте уточним, какой воскулитов. При мочекаменной болезни? Запросто и легко, только мочекаменную болезнь, ее надо в первую очередь лечить. Лечить ее непросто, потому что мочекаменная болезнь – это всегда зеркало общих обменных процессов. И не только напишение обмена кальция, это в первую очередь состояние хронического воспаления мочеводящего болезни. Надо смотреть. Сколько длится один курс приема? Месяц. После чего перерыв, двухнедельный, потом опять месяц. Вот нас еще доспрашивают. У меня камень в желчном пузыре 4,5 см. Точнее, можно ли мне применять секреты? Можно. Главное, надо быть спокойным, что камень одиночный, что он большой, потому что у него нет желания или наклонности выскочить через пузырьный проток и устроить катастрофу. Но, безусловно, хирург, любой УЗИСТ на этот ответ на этот вопрос ответит. Про интервал приемов только что сказали. Можно ли преданами предстательные железы? Можно и нужно. Так, про гипотириоз тоже уже говорили. А если хронический панкреатит на много лет не обострялся по УЗИ поджелудочное с изменениями, естественно? Можно ли? Надо пробовать. Надо посмотреть, как вы перенесете первую, скажем, неделю этого продукта. Но это очень-то несложно. Убежден, если не было давно обострения, то проблем не будет. Неожиданный немножко вопрос сейчас будет. Сколько курсов нужно, чтобы похудеть? Вот, знаете, вот этот продукт Секрет Востока, на что он не заточен, так это на похудение. Понимаете? Поэтому худеть надо параллельно с приемом продукта Секрет Востока. Так, и немножечко отвлекаясь от темы Секретов Востока и переходя на тему ковида нашу любимую. Можно ли поподробнее про неврологические симптомы ковида без признаков простудных симптомов и кашля? Как в таком случае выявляется диагноз? Я просто перечислю набор симптомов, но это не означает, что вы займетесь самодиагностикой. Диагностикой должны заняться уже очень хорошо приготовленные доктора, которые по всей России уже знают это, все есть этот набор. Давайте по иерархии. Отсутствие запахов, анальфакторные изменения, нарушение вкуса с извращениями вкуса. Запахи могут быть не просто снижены, но может появиться запаховой галлюцинации, в принципе, то есть появление запаха арбуза у соленого огурца, условно говоря. Это непонятные и трудно прекращаемые головные боли в разных отделах головы, не похожие ни на мигрень, ни на гипертонические боли, и многое другое. Это нарушение сна, это тяжелейшая остыня, то есть усталость, которая ничем не может быть описана. Это разные интересные болевые ощущения по всем отделам организма. Это могут быть плечи, это может быть, ну, разумеется, все эти ощущения кирпича в грудной клетке в разных отделах. Это странные ощущения, как будто вас хватает за икры, за икроножные мышцы. Это ощущение ледяного холода, то есть ледяная рука. Что еще? К появлению неврологическим симптомам относятся те самые интересные фистончатые формы пятна, темные или винда даже багровые, но чаще темно-розовые пятна на бедрах, на животе. Это ситуации, когда сосуды находятся в состоянии временного, назовем так, паралича и устраивают такие вещи. Что еще? Попытаюсь вспомнить из известных моментов. Ну, пожалуй, все. Это главное из того, что есть этого больше, чем достаточно. Разумеется, мы с вами говорим о ситуациях, что называется, типичных и, условно говоря, обратимых. Но на это на все может накладываться классика, не имеющая прямого отношения к ковиду, но которая в прямую вызвана к ковидом. Это микроинсульты. Транзиторные ишемические атаки. Или что-нибудь похуже. И возвращаемся к секретам Востока. Можно ли принимать, когда есть зоб? С зобом надо разбираться. Зобы бывают очень разные. Они бывают очень-очень разные. В этой ситуации, когда зоб, ну, в общем, это работа эндокринолога. Я, конечно, за прием всех этих Востока, только надо предварительно, грамотно разобраться с зобом. И вот, да, спрашивают при гипотиреоз, а если есть узлы? Опять же, узлы бывают холодные и горячие, они бывают очень разные, они могут влиять на функциональные щитовидки, могут не влиять, то есть эндокринолог должен очень жестко высказать свою позицию, что он планирует делать с этими узлами, планирует ли делать, что бы то ни было. В общем, я правильно понимаю, просто про щитовидку очень много вопросов, поэтому хочется как-то их все объединить. В общем, по любым проблемам щитовидной железы это сначала консультация эндокринолога. Друзья мои, щитовидка – это не тот орган, которым может заниматься нашими, наши консультации бессмысленные, бесполезные и непрофессиональные, хотя бы потому, что я не могу, мне нужен больной. Мне нужен больной, с которым я, конечно, естественно, попытаюсь разобраться. И, естественно, в этой ситуации только эндокринолог, потому что эндокринологов сейчас масса простых и очень эффективных способов обследования. И очень внятная диагностическая сейчас, называем так, ситуация с щитовидной железой. Всем все понятно, все знают, что надо делать, все понимают, что гипертирезов у нас очень мало, гипотирезов у нас очень много. Начинается дальше то, что занимает обычно первые 10 строков любой диссертации, что это эпидемиология нашего заболевания щитовидки. Можно ли принимать при диабете? Да. Так, кормящим мамам нет, нельзя категорически, отвечая уже на это. Можно даже маленькое, буквально два слова. Дорогие кормящие мамы, ну зачем вам это все? Зачем? Вам сказали, ваша задача сейчас это производить, простите, кормить ребенка хорошим молоком с минимумом примесей, с минимумом аллергенов, с минимумом неких внешних компонентов, которые должны быть, это отражение вашего организма, ваш организм в этой ситуации должен давать то, что должен давать организм, никаких не устраивая при этом каких-то форсированных вмешательств. Забудьте просто временно о себе, займитесь, пожалуйста, созданием правильного молока. Вот и все. Доспрашивают про график приема, можно ли за раз сразу все утром? Поподробнее с этим. Ну мы говорим о том, что нужно принимать утром и вечером, да, по порции, можно ли сразу две порции? Нет, это многовато, это никому не нужно. Нам нужно с вами достижение, называю вещи своими именами, достижение более-менее стабильного, по крайней мере, двугорбой концентрации. Это можно достичь только двукратным приемом в сутки. Опять вопрос про детей. Нет, до 18 лет нельзя категорически. Папе 83 года, а донам представительной железы можно ли Секрета Востока? Можно и нужно. Поразительная информация в восточных книгах по поводу принятия стариками. Нечто удивительное. Секрета Востока вышла на замену ему на стара? Насколько я понимаю, нет. Нет. Он вообще ничего не заменяет. Он сам по себе становится одним из флагманов нашего продуктового ряда, просто потому, что он невероятно хорош. Можно ли при гипокинетической функции желчного пузыря? Без вопросов. Гипокинетическая функция гипокинез пузыря – это функциональное расстройство, которое вполне поправимо. Можно ли заменить Секрета Востока иммуномодуляторы при фурункулах? Вы знаете, я не стал бы ничего заменять. Давайте попробуйте при фурункулезе Секреты Востока. Просто вот было некое состояние Х, вы начали с этого дня, посмотрите на эффект. Что можно посоветовать из продуктов Uberlick при низком инсулине? При низком инсулине мы имеем картинку диабета первого типа. Шугай контрол в первую очередь, если мы говорим о чаях. Что у нас еще? Стевия? Стевия, безусловно. Но только это, как вы понимаете, это не в косуще не средство излечения этой ситуации. Это работа, опять же, того же эндокринолога, который постарается... Мы не запустим заново в этой клетке, поэтому нам нужно нормальную инсулинотерапию. В этой ситуации. Можно ли при псориазе? Очень интересный вопрос. Невероятной красоты есть в случае полной ремиссии псориаза при секретных востоках. А при неврологических заболеваниях? В том числе. Спрашивают, что в принципе можем посоветовать из продукции Uberlick кормящим маму? Я сказал, я советую кормящим мамам временно поставить себе мораторий на продукцию Uberlick. Мы, разумеется, мы говорим о витаминах, да, безусловно. Тот же шугаконтрол, безусловно, только кормящие мамы. Ну, оставьте в покое себе. Шугаконтрол, я был неправ, не надо. Дровяные сборы мы не советуем. Дровяные сборы мы не советуем. Более-менее можно, в принципе... Омегу. Омегу и коктейли можно. Омегу. Нет, коктейли это святое. Это ситуация, которая, как бы сказать, ничего, никаких отдельных фитокомпонентов, метасубстанции, она не содержит. Можно ли применять пожилому человеку после ишемического инсульта? Безусловно. Так. Сейчас, секундочку. Да-да-да. Мне Александр напоминает о том, что у нас время. Да, к сожалению, на все вопросы, видимо, ответить не получится. Очень и очень много вас сегодня. Спасибо за активность. Очень круто. Так. Мне гинеколог сказала, вид, да, пить 5000 единиц, получается, нельзя. Гинеколог сказала, витамин D, по-видимому, да? Ну, наверное. Пить 5000 единиц. У гинеколога могут быть такие основания, только в том случае, если есть глубокое убеждение в том, что витамина D остро, тяжело, сильно не хватает. Почему нет? Да, про болезнь Бехтерева мы говорили. Можно ли омегу при щитовидке? Да. После инфаркта можно ли секреты Востока? Да, еще как. Еще как можно. Более того, заканчивается острый период, там, условно говоря, месяц-полтора после любого перенесенного инфаркта спокойненько начинать. Омегу тоже курсами применять или можно постоянно? Можно постоянно. Омега – это компонент обмена, который нам нужен, который нам нужен почти всегда, почти полный, почти без перерывов. Расскажите о составе секретов Востока. Мы говорили об этом в начале, в записи эфира. Это все сохранится. Не переживайте. Так, при экзофтальме можно ли? Если мы говорим об экзофтальме с щитовидкой, экзофтальме – это состояние необратимое. Конечно, можно, только он, экзофтальма при этом не уйдет. Так, про болезнь Бехтерева мы же говорили. Да, болезнь Бехтерева – это крайне интересная тема, но, безусловно, можно. Т3, Т4 в норме, ТТГ выше нормы на заместительной терапии. Есть узлы, можно ли секреты? ТТГ выше нормы – это говорит о том, что тут какие-то нескладушки, что-то происходит не так. Нужно повторять и смотреть, что происходит. Есть ли гипотиреоз как таковой. Потому что ситуация немножко странная. Ой, хороший вопрос. Можно ли принимать одновременно с гормона заместительной терапии при менопаузе? Я могу ответить честно, искрами. Вместо гормонной заместительной терапии. Только не просто не кидайте в меня камнями и не вставите в меня аутодофе. Заместительная гормональная терапия при менопаузе – это чрезвычайно сложная проблема. Ее надо либо гениально назначить, и если серьезно, то, безусловно, да. То есть можно вместе с гормональной заместительной терапии. Только под контролем. Можно ли при витилиго? Да, только одному Богу известно, что при витилиго будет работать. Так, про камень в желчном пузыре мы вам ответили уже чуть раньше. Девушке 18 лет. Можно ли применять? Но теоретически с 18 можно, да. Так, про гипотиреоз тоже, про низкий инсулин отвечали. При саркоидоз легких. Саркоидоз, болезнь Бенье Бека-Шаумана. Что с ней? Надо, во-первых, понять, с чем ее вообще лечат в данный момент. Ну, безусловно, да. Так, при эндометрии… Эндометриозе, наверное. Ну, видимо, эндометриозе, да. Вначале. Да. Так, если есть узлы в щитовидке и одновременно идет прием тироксина, можно ли? Если идет одновременно прием тироксина, значит, с узлами щитовидки разобрались. И они, скорее всего, холодные, можно безусловно. Так. Ой. Вы знаете, вы написали название препарата, но если Александр сейчас помнит вопрос, помните препарат Кайра, который мы не поняли? Клаера. Ничего не дает. Тоже не знает. Я по названию, я боюсь предположить, я не знаком, но я боюсь, что это химиотерапевтический препарат. Боюсь, что я не отвечу на этот вопрос. Очень просят повторить для тех, кто начало пропустил от чего и для чего продукты состав. Продукт амономодулирующий. В составе три основных растения. Вот сейчас Александр их перечислит. Он не только амономодулирующий, он гормономодулирующий, он нейромодулирующий, он сосудомодулирующий. Это действительно очень близко к такому восточной панацеи. три главных компонента. Это масло черного тмина, это масло хельмели пажетника и кистальхинди. Это тоже еще одно из эфирных масел растения. Это не эндемик, но ему много в Идокитае и Индии. Еще интересуется, может ли ковид вызывать снижение памяти? Еще как может, как одно из последствий, но снижение памяти, такое слово, интересное. Это один из симптомов, вокруг которого океан неврологических симптомов, это просто поражение росте. Если пропила 10 дней секрета Востока, при грудном вскармливании, чем это может грозить? Напугали мы с вами людей. Ой, это ничем особенным грозить не может, просто за малышом надо смотреть в этой ситуации. В первую очередь, что будет твориться с его пищеварением, а что будет твориться с его кожей. Будут ли не преди Господь на коже какие-то высыпания? Маме 88 лет, очень мучают судороги в ногах, особенно по ночам. Что можете посоветовать? Это не вопрос. Маму надо обследовать. Огромнейший вопрос. Папилломы уходят при приеме секретов Востока? Папилломы никогда при каких обстоятельствах не уходят. Это все разговоры для обложек недобросовестных сайтов. Папилломы надо заниматься хирургически, а секрет Востока нужен в этой ситуации, как иммуномодулятор. И вот тут это работает. Это противорецидив. Против рецидива папилломы. Вопросы с категорией очень общие. Где найти хорошего эндокринолога? Уточняйте, по знакомому ищите. Вас интересует, какое место? Нью-Йорк? Мадрасс? Кандара? Москва? К сожалению, да, мы вам так не подскажем. Так, если есть аутоиммунное заболевание, пузырчатка, пузырчатка, как оно там? Пузырчатка или пэмфигус. По идее, человек должен получать тяжелую терапию глюкортикоидами и цитостатиками. Я бы дал репутацию к этому. При приеме тамоксифена можно ли применять? Нет, не люблю это сочетание. Давайте в этой ситуации не развлекаться. Тамоксифен сам по себе непросто. Терапевт сказал, что принимать иммуномодуляторы нельзя без назначения врача, потому что они расшатывают иммунную систему. Что вы об этом думаете? Терапевт обязан подобные вещи говорить. Потому что слово иммуномодулятор это такое ругательство в медицинской среде, которое все, конечно, применяют, но все почему-то гневно по поводу него плюются. При всем при этом есть целый институт, который называется Судомонология. Поэтому мнение вашего уважаемого терапевта для меня, к сожалению, малозначимо. При рассеянном склерозе? Можно? Можно, только там огромная терапия, кроме этого всего. При мигренях? Да, только тут может оказаться очень интересно, потому что мигрени могут быть гормонозависимыми, и вы можете получить неожиданный, я бы сказал, может быть, даже исцеляющий эффект. Так, что употреблять при фрункулезе? При фрункулезе надо лечить. Надо смотреть, что происходит, что происходит с сахаром, что происходит с неврологией, что происходит с состоянием микробиома, кишечника, если это у женщины, это вагинальные микробиомы, и кожа, и всякое другое, как я могу подобные ответы добавить? Ну, или месяц, да. Да, еще раз спрашивают, про миому крайне нежелательно, мы отвечали. Крайне на данный момент нежелательно, ужасно хочется, честно говоря, но нежелательно. Про Бехтерева нам говорят не ответили, но давайте скажем, можно нельзя. Болезнь Бехтерева можно и нужно, потому что весь вопрос заключается в том, что в какой стадии болезни Бехтерева речь идет. Если это уже глубокая трость, то, конечно, это уже бесполезный вариант. Но если мы говорим на стадии острого суставного процесса, надо попробовать этот процесс прервать. Да, со скольких лет можно принимать омегу и можно ли ее кормящим? Кормящим можно, омегу мы даем, если омега для детей, так что без вопросов. Так, друзья, еще спрашивайте при туберкулезе, мы можем ответить, прямо взять, положить медицинскую, да, медицинскую энциклопедию, ответить на все вопросы, у нас просто не остается времени уже, к сожалению. Я ужасно признателен, конечно, что вы устроили мне такой претендующий экзамен. Можете дальше его устраивать, я такие вещи очень люблю. Можно ли капсулы секрета Востока растворить в небольшом количестве чая? Нет. Омегу тоже принимать до еды? Не принципиально, в другое время. Можно ли мастракео с омегой? Мастракео, мастоп, может быть, вы имеете в виду? Мастоп, да, видимо, мастоп с омегой. Так, конечно. Да. Так, после инфаркта мы, по-моему, отвечали. При креоглобулине в крови можно? О чем речь? В данном случае, но это не вопрос. Чтобы креоглобулина в крови, надо смотреть. При варикозе? Да, только вы ничего не добьетесь. Варикоз надо перерывать. А если стоит гормональная спираль Миряна, Миряна? Миряна с лево-норгострелом. Замечательная спираль. Можно и нужно. Так. Инсульт, инфарктов, восстановление можно принимать? При фиброзной кистозной мастопатии? После разобраться с мастопатией и потом лишний раз с нами проконсультироваться. Так. Минимальный курс 4 раза в год мы говорили. Так, при фиброзе первой стадии? Чего? Фиброзы бывают разные. Можно ли сочетать с Доброгеном? Да. Еще как. Так. Нам вот пишет про Клайру. Относится к ряду комбинированных контрацептивов. В его составе эстрогенные и гистогенные вещества. В этой ситуации забыли. Мы не будем это применять одновременно с комбинированным контрацептивом. Так. Друзья, но мы, слава Богу, мы уложились в это время. Спасибо вам огромное за вопросы. На самом деле, здорово, что такая активность. У нас буквально остается минутка. Мы с вами прощаемся. Если какие-то вопросы еще остались, пишите в директ. Мы с Александром постараемся вам на все ответить. Главным образом, конечно, Александр. И еще раз благодарим. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok